Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Сегодня гость студии, министр искусства и культурной политики Евгения Евгеньевна Сидорова. Евгения Евгеньевна, здравствуйте! Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие телезрители! Конечно, мы очень рады тому, что мы постепенно возвращаемся в привычное русло, к привычной жизни, возобновляем культурные программы. Эта неделя посвящена национальному проекту «Культура». Что в нее включено, какие планы и какие мероприятия? Да, эта практика уже не первый год, когда целая неделя посвящается одному из проектов. С 7 по 13 сентября тема недели «Национальный проект «Культура». Это значит, что в течение недели пройдет большое количество мероприятий, связанных с открытием объектов в рамках национального проекта «Культура». С определенными совещаниями, направленными на решение тех или иных вопросов и задач, связанных с национальным проектом «Культура». Поэтому неделя будет очень насыщенной. В рамках этой недели мы открываем после капитального ремонта Димитровградский музыкальный колледж. Мы потратили на то, чтобы привести в полное соответствие это образовательное учреждение, более 26 миллионов рублей. Причем 6 с небольшим миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура» было выделено на приобретение музыкальных инструментов. Это очень долгожданный подарок, потому что колледж вместе со струнными инструментами, с духовыми получает еще и прекрасный рояль «Кавай». Поэтому я очень рада за студентов, которые обучаются там, за преподавателей, за Димитровградцев. Ну и, конечно, за то, что в свое время губернатор Сергей Иванович Морозов принял решение сделать капитальный ремонт в этой образовательной организации. Мы открываем в городе Ульяновске центральную городскую библиотеку уже как библиотеку нового поколения, модельную библиотеку. Потому что в рамках национального проекта «Культура» мы получили 10 миллионов рублей на оборудование этой библиотеки. Город Ульяновск провел ремонтные работы, и это будет совершенно другая библиотека. Я просто вам рекомендую обязательно в ней побывать. Там интересная, замечательная, интерактивная карта, которая появилась на полу для тех, кто хочет путешествовать по маршруту Ивана Александровича. Там появилось огромное количество новых книг, потому что комплектование библиотек нового времени – это одно из условий. Там появились новые технологии, и все это теперь здесь возможно, в городе Ульяновске. Мы, конечно, в рамках этой недели обязательно будем говорить о развитии, поддержке и сопровождении одаренных детей. Это связано с тем, что, как я уже сказала, в нацпроекте мы за федеральные средства приобретаем музыкальные инструменты. Но у нас ведь есть еще и региональная программа модернизации детских школ искусств. Поэтому это будет отдельная тема, как мы эту программу отразили в бюджете 2021-2023 годов. И здесь мы совместно с Министерством просвещения и воспитания будем обсуждать, как мы будем продолжать совершенствовать выстраивание системы выявления и сопровождения одаренных детей. Безусловно, в рамках этой недели мы посмотрим на те объекты, которые в рамках нацпроекта строятся. Но завершение строительства планируется ближе к 1 ноября. Вот такой горизонт. Это два сельских дома культуры, которых мы строим в этом году. Дом культуры в селе Красный Яр Чердоклинского района и Дом культуры в селе Никольское на Черемшане Меликесского района. Сдачи ремонтных работ в ноябре были запланированы заранее? Да, конечно. Хотя контракты у нас по 31 декабря 2020 года, но все-таки ввод объектов в эксплуатацию планируется в ноябре. Это пожелание Министерства культуры Российской Федерации. Поэтому мы в рамках этой недели обязательно будем на этих объектах смотреть, как мы укладываемся в графике работ. Также в рамках нацпроекта у нас запланировано еще открытие двух библиотек в городе Димитровграде детская библиотека. Тоже библиотека нового времени, модельная. То есть такая же, как в Ульяновске или подобное? Только там объем средств немножко другой, поскольку она не центральная, а она филиал к основной библиотеке. Там было выделено по 5 миллионов средств Сенгелеевской детской библиотеки и Димитровградской. Они будут открываться в сентябре, в октябре. Там завершается работа, то есть монтируется оборудование, закупаются книги. Поэтому еще две такие будут открыты. Мы посмотрим, как в нашем региональном паспорте есть еще создание четырех муниципальных библиотек модельных на областные средства. Мы посмотрим, как двигается работа там, в этих маленьких, небольших сельских библиотеках. Ну, безусловно, мы встретимся с волонтерами культуры. Это движение в рамках нацпроекта, кстати, Ирина, в период пандемии особенно набрало свою важность, значение и обороты. И мы уже фактически перевыполнили ту цифру, которую в паспорте нам определяло Федеральное министерство культуры. Мы должны были 212 человек, волонтеров иметь по итогам 2020 года. Сейчас уже у нас их более 500. То есть это очень приятное обстоятельство, когда мы видим, что мы никого никуда не просим записаться. Не принуждаем. Не принуждаем абсолютно, что молодежь и те, кто чуть старше, чем молодежь, сами хотят принимать участие в этом движении. Поэтому, конечно, мы будем разговаривать и с региональным проектным офисом, потому что волонтеры культуры, они трансформировались еще по направлениям деятельности отрасли. Есть музейные волонтеры. А вот в рамках недели нацпроекта мы будем встречаться с архивными волонтерами. Поэтому это тоже такая очень приятная и правильная, наверное, история, которая изначально была придумана в концепции национального проекта «Культура». Мы должны обучить еще на курсах повышения квалификации. И мы почти там работу завершаем. Она почти вся была у нас в онлайне. Из-за того обстоятельства, о котором мы все знаем и говорим, пандемия, вряд ли кто-то уже сможет очно поехать в ВУЗы. Но пусть так, даже дистанционно, это огромная-огромная поддержка со стороны Министерства культуры, что мы все-таки с федеральными ВУЗами взаимодействуем. Ну и, конечно, с 10 по 12 число в рамках тематической недели нацпроекта «Культура» пройдет юбилейный 10-й международный культурный форум. Его основная тема – это цифровая трансформация. Мы об этом сейчас много говорим. Но вот мне приятно отметить, что наша программа цифровой трансформации отрасли вошла в тройку лучших программ региона. И наш цифровой капитан, заместитель министра Михеева Марина Сергеевна, отмечена как лучший цифровой капитан. И наша программа получила высокую оценку и со стороны Федерального министерства нашего отраслевого и федеральных экспертов, которые работают в этой теме. Мы запустили школу цифровую для сотрудников наших подведомственных учреждений. Они сформировали свои команды. И в рамках форума мы тоже будем подводить некие итоги. Ну и само пленарное заседание форума тоже посвящено этой теме. Там в целом в программе форума более 45 мероприятий и площадок. И опять эта тема вышла не просто мы ее придумали и мы ее реализуем. Мы проанализировали все то, что случилось с нами в период пандемии. И то есть тот вызов, который мы приняли, это онлайны. Мы посмотрели на ситуацию нашей оснащенности для того, чтобы работать в онлайне. Мы смотрели и следили за лучшими практиками не только регионов, но и зарубежными лучшими практиками. У нас очень много вопросов, в том числе, например, авторские права. Мы с этим столкнулись очень серьезно в период пандемии, потому что не все можно в рамках закона об авторских правах транслировать через онлайн. Поэтому фонд «Ульяновская культурная столица» провел огромную аналитическую работу при формировании программы форума. И очень надеюсь, что эти три дня будут полезны не только для нас, но и для наших коллег. Потому что система онлайн нам позволяет экспертов привлекать очень широко, без каких-либо барьеров и ограничений. И что эта вся история, и наша цифровая школа, и наша программа, и лучшие практики, и мнения экспертов потом выльются в какие-то результаты и решения. Ну и, конечно, эта культурная программа в рамках тематической недели, это завершение нашего проекта «Музыкальные сезоны в усадьбе» 12 числа. И 13 числа мы в Музее Краевическом будем открывать новую экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне в год 75-летия Победы. Евгения Евгеньевна, я благодарю вас, ну и желаю, конечно, результативной недели нацпроекта «Культура». Спасибо, Ирина. До новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин